Загадка. В доме двое маленьких детей, ни одного шкафа и комода. Зато есть небольшая гардеробная, в которой хранятся абсолютно все вещи. Поэтому, собственно, хозяйке квартиры и не удается здесь быстро найти нужную вещь. Или не только поэтому. Давайте разбираться. Сегодня устраиваем преображение гардеробной моей подписчицы. И я уверена, что после просмотра этого видео вам тоже захочется перемен в доме. Всем привет! Меня зовут Саша. Как только я получила предложение расхламить гардеробную такого плана и увидела фото этой гардеробной, то собрала все, что у меня было для организации хранения и получился вот такой большой чемодан. С ним я и приехала к моей подписчице посмотреть гардеробную воочию. И да, количество вещей и то, как они здесь хранятся, очень впечатляет. И я верю, что хозяйка этой гардеробной действительно не может быстро здесь что-то находить. Я буду рада в этом ей помочь. А еще помимо гардеробной, она также попросила помочь ей организовать пространство на своем балконе, когда потеплеет. Так что, если для вас эта тема тоже интересна и актуальна, то подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить подобное видео. Какую бы зону мы не приводили в порядок, первое, что нам нужно сделать, это убрать абсолютно все вещи со своих мест. И разложить их на горизонтальной поверхности. Этот этап, конечно, может быть очень трудозатратен и потребует большего количества времени для организации порядка. Но оно того стоит. Нам важно увидеть, как выглядит наше помещение, когда оно не наполнено битком вещами. Важно почувствовать вот это ощущение простора, свободы от всех вещей. Кроме того, когда все вещи свалены в одну кучу на горизонтальной поверхности, мы видим, сколько у нас есть всего. И пока я выношу вещи все с полок, хозяйка этих вещей сортирует их по разным кучкам. В одну сторону она складывает вещи, которые мы будем сохранять. В другую вещи, которые можно еще отдать кому-то или подарить, которые могут послужить. И в третью кучку у нас идет то, что не подлежит больше использованию. Забегая вперед, скажу, что эта последняя кучка у нас получилась самой маленькой. И я этому очень рада. Потому что, проводя расформление, конечно, нужно помнить о нашей планете, о нашей природе. И о том, что когда мы наводим порядок у себя дома, наш самый большой и важный дом принимает на себя удар от всех наших ненужных вещей. И нужно об этом постоянно помнить, чтобы в дальнейшем не совершать необдуманные покупки. Также, забегая вперед, хочу отметить, что у нас будет бюджетная организация хранения. То есть, мы не приобретали никаких специальных органайзеров для того, чтобы сложить вещи, которые у нас останутся. Мы будем использовать то, что есть у хозяйки дома. И те органайзеры, которые были у меня дома, и которыми я с удовольствием поделилась. Друзья, спешу напомнить, что нужно заботиться не только о своем доме, но и о своем теле. Тем более, что зима подходит к концу, и пляжный сезон не за горами. И на то, как мы будем выглядеть в купальнике тогда, мы можем повлиять уже сейчас. Нормализовать свое питание, исключить перекусы и заняться спортом. И поскольку лично для меня спорт дается сложнее всего, я выбираю домашние тренировки. Чтобы не ездить никуда в плохую погоду, а поддерживать себя в форме прямо дома. И в этом мне помогает Фитстарс. Я уже в течение трех месяцев занимаюсь по программам этого сайта. Я чередую разные тренировки, ведь здесь их так много. Зумба, пилатов, зарядка, растяжка, упражнения для красивой осанки. А по утрам мне понравилось делать танцевальную зарядку. Упражнения в ней легкие и подойдут даже для новичка. В то же время после тренировки я ощущаю, как тело приходит в тонус. И это дает мне дополнительный заряд энергии. Очень вам рекомендую. Я оформила безлимитную подписку, потому что она самая выгодная. А по промокоду ХРАНИКРАСИВО можно приобрести любой тариф с 70% скидкой. К примеру, тренировку за месяц можно купить за 495 рублей, а безлимит за 3990. Ссылку на Фитстарс я оставлю в описании к этому ролику. Продолжаем расхладление гардеробной. Вот так она выглядит, когда освобождена от абсолютно всех вещей. Мне нравится и размер этой гардеробной, и количество полок, и то, что штанги повешены на двух уровнях. Это позволяет разместить на них большее количество вещей и удобно для детей. Но давайте вернемся к нашим кучкам вещей, которые нам теперь нужно перебрать с их хозяйкой. Глядя на всю эту кучу вещей, конечно, хочется убежать. Совсем не хочется всем этим заниматься, не знаешь, с чего начать. Но на самом деле все гораздо проще. Важно начать с самого легкого, с того, что проще всего будет отсортировать. Я, к примеру, предлагаю начинать с несезонных вещей, или с вещей, которые используются редко от случая к случаю, но которые все равно нужны. Например, это могут быть платья для утренника и фотосессий. И такие в нашей сегодняшней гардеробной нашлись. Мы сложили их аккуратно и определили вот в такой прозрачный кофр. Также мы сложили сезонные вещи. Такой прозрачный кофр удобен тем, что мы можем сразу увидеть, что же в нем хранится. Хотя, конечно, более эстетично будет смотреться кофр непрозрачный, тканевый и визуально прячущий весь шум. В любом случае, каждая хозяйка решает для себя, что ей удобно. Но ярлычки с указанием, что хранится в данном кофре, все равно наклеить стоит. Потому что это новое хранение. И чтобы через время хозяйка не путалась и помнила, где у нее что хранится, ярлычки будут просто спасением и хорошей напоминалочкой. Также, поскольку в доме двое детей, у нас есть такая категория, как вещи на вырост. Мы отдельно отсортировали именно такие вещи. Их появилось немного, но мы решили, чтобы они не мешались нам на основных полках убрать их в сторону. И после того, как мы отделили то, что нам не скоро понадобится, мы быстро и с легкостью перебрали все остальные вещи. А вот эти два больших черных мешка мы сдали в пункт социальной помощи. В этих мешках есть хорошие и зимние, и летние вещи. Поэтому я надеюсь, что они еще кому-то послужат. Но мусора, который никак нельзя больше использовать, у нас получилось вот столько. И я знаю, что вам уже наверняка не терпится посмотреть, что же у нас получилось при расслаблении гардеробной, и как выглядит организация хранения вещей теперь. Поэтому спешу поделиться с вами результатами. Давайте сравним до и после. При складывании вещей мы решили не применять никаких техник, поскольку хозяйка гардеробная все равно будет складывать вещи по-своему. Ну и давайте теперь рассмотрим поближе, что здесь к чему. Для каждого члена семьи мы определили конкретную полку. Внизу полка младшего ребенка, далее старшего, затем полка мамы, полка папы, которая сейчас пуста, поскольку мы решили сохранять его границы и не показывать его вещи. Дальше над полкой главы семьи у нас организовано постельное белье. Ну а на самых высоких полках под потолком у нас осталось храниться все то, что там и было. И чтобы все это выглядело опрятно и красиво, мы сложили все это в однотонные коробки. Поэтому и вид поменялся на этих полках, хотя количество вещей на них по факту не изменилось. В труднодоступном углу гардеробной мы расположили как раз кофры с теми вещами, о которых я говорила. Сезонные вещи для утренников и вещи на вырост. И, кстати, на верхней полке, где хранится постельное белье, мы его разложили тремя стопками. То есть в отдельную стопку мы положили простыни, в отдельную стопку под издеянники и в третью стопку наволочки. Так хозяйке дома будет удобно. А как храните постельное белье вы? Также в доме нашлись две небольшие корзины, в которые у нас ушла вся мелочевка и нижнее белье папы и мамы. Для мелочевки из детской одежды мы решили использовать вот такой подвесной органайзер с карманами. Можно его повесить на дверь, на специальные крючки, надеваемые на нее. А можно сделать дополнительный крючок самой в гардеробной. На этом варианте мы решили остановиться и подвесить органайзер внизу, чтобы маленькие хозяйки своих вещей тоже могли до них легко добраться. Это, кстати, очень важный принцип при организации хранения вещей там, где есть дети. Поэтому здесь и есть штанга внизу, и здесь хранится верхняя одежда деток, и они могут сами ее надевать и приучаться складывать на место. Также мы использовали коробку для мелочей, вроде шарфов и шапок, и с детками вместе протестировали. В нее можно просто бросать вещи, не обязательно складывать. Главное, чтобы дети клали вещи на место, а как они их складывают, это уже дело третье. И вообще, я считаю, от маленьких детей не нужно требовать многого. Хотя при уборке старшая дочка проявила интерес к вот таким органайзерам и сказала, что хочет их поставить себе на полку и сама сложила туда вещи. Что ж, пока у ребенка есть такой интерес, мы, конечно же, пошли ей навстречу и отдали все органайзеры, которые у нас были. Кстати, эти органайзеры являются частью одного комодика для хранения. Я уже рассказывала о нем в видео про органайзеры, которые можно использовать не только по прямому назначению. Собственно, это видео я сейчас вам и предлагаю посмотреть. До новой встречи, ваша Саша.